И Купермен! Мне нравятся эти старые заставки далеко-далеко, в далекой-далекой галактике, и он ждёт, когда придёт время, он смотрит на часы, у него нет сил, но потом он собирается и начинает бить этот лазер! Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. В прошлый раз я сделал видео о Папайе-морячке, которое вы можете посмотреть вот здесь. Вам оно очень понравилось, и вы сказали, что хотите больше, поэтому сегодня я расскажу вам о Супермене. Посмотрим мультфильм, и я буду его комментировать. Но прежде чем мы начнём, не забудьте поставить лайк этому видео, а также, если вы хотите поддержать мой канал, то вы можете стать моим патроном на Патреоне. Патреон — это место, где у нас есть сообщество уже 240 человек, там вы сможете не только получить транскрипцию ко всем эпизодам моих видео и моего подкаста, но также вы можете участвовать в еженедельных и в ежемесячных встречах. Ссылка будет в описании и здесь. Ну всё, вы готовы? Поехали! Так, начинаем смотреть. Конечно, мне нравятся эти старые заставки. Они были такие очень традиционные, такие эмоциональные. Музыка такая великая, фанфары, вот. Кто это? Это птица! Это самолёт! Нет, это Супермен, вот. Да, когда я был маленький, я немного смотрел фильмов про Супермена, но мне нравились фильмы про супергероев в целом. Поэтому, я думаю, мне нравился сериал, который называется «Тайны Смолвиля». Вот, и это была история про Супермена. Но давайте посмотрим, что будет здесь. Здесь рассказывается история о том, откуда произошёл Супермен. Что далеко-далеко, в далёкой-далёкой галактике была цивилизация на планете Криптон. И эти были очень умные, очень развитые люди, но у них была проблема. На их планету напали, поэтому нужно было отправить одного мальчика спасти с Криптона. И он улетел, Криптон взорвался, как вы видите, а мальчик прилетел к нам на планету Землю, вот. И там показывают, что он оказался в приюте. Что интересно, в «Тайны Смолвиля» была история о том, что он был не в приюте, а что его усыновили, да? Насколько я помню, это самая известная теория, что его усыновили люди в Канзасе, вот. А здесь была история, что он был в этом, в приюте для детей. Интересно, да? Немножко другая версия. Смотрим дальше. Вот. Рассказывают про то, какой он сильный. Он очень быстрый, очень сильный, как поезд. Может перепрыгнуть через здание без проблем, вот. И, короче, Супермен. Просто вот самый сильный и самый классный во всём мире. Но он скрывается под личностью журналиста Кларка Кента, вот. Сейчас мы видим большое здание, это небоскрёб. И здесь газета, да? И босс Кларка зовёт его к себе в кабинет. Он хочет с ним о чём-то поговорить. Вот. Также зовёт другую журналистку, которая с ней вместе работает. Он нашёл письмо. Это письмо от злодея. Мне нравится, что в этом письме злодей он пишет, да? Вы дураки. Мой суперсильный луч уничтожит, а будет атаковать сегодня ночью в 12 часов. И абсолютное уничтожение придёт ко всем тем, кто смеялся надо мной. И я не знаю, что значит to heed. Ну, в общем, кто, короче, не слушался моих предупреждений. Так что будьте осторожны. Сегодня в 12 часов я буду стрелять. Зачем говорить? Такое смешно, да? Что зачем злодей говорит во сколько он будет атаковать? Ну, если мы все знаем, то мы можем пойти и это предотвратить, да? Ну, вот такая немножко наивная, но забавная часть этого мультфильма. Вот, он сейчас читает, рассказывает, что там происходит. Вот, он говорит, давай, Кент, ты поможешь Луис с этим расправиться. Но Луис сказала, а я сама могу с этим справиться. Он такой, ну, я не знаю. Ладно, всё, я беру. Он такой, подожди, Луис. Видишь, она даже не послушалась Кларка Кента и решила, что сама с этим справиться. Вот, поэтому она села в самолёт, надела специальную шапочку, очки, да? И полетела разбираться с этим злодеем, с этим сумасшедшим учёным. Да, это сумасшедший учёный. Вот, он живёт, конечно, в таком учёном здании футуристическом. И он ждёт, когда придёт время. Он смотрит на часы, какой он злодейский, да? И у него есть птица, ворон. Он такой, ну всё, время пришло! Ха-ха-ха! Сейчас он идёт включать его супер-лазер. Лазерный луч, чтобы уничтожить... Не знаю, что он хочет уничтожить. Так, он включает, дёргает за рычаги. Появляется электричество. Его машина потихонечку начинает запускаться. И его птица смотрит, такая... Ха-ха! Всё готово! Но вдруг они видят в окно, что кто-то к ним летит. Он такой, смотри, смотри! Кто-то там летит к нам! А-а-а! Он такой, ну ничего. Сейчас мы выключим и с этим справимся. Сейчас они потихонечку спускаются вниз, чтобы никто не услышал. Вот, что там происходит. Этот ворон, он ходит пешком, не летает. Сейчас они слушают, кто там к ним пришёл. А в это время Луис, она приземлилась у дома злодея. Она выходит из машины. Вот. Она стучится. И сейчас она хочет войти. Они потихонечку открывают дверь. Она говорит, я журналистка! Они хоп! И схватили её. Она такая, что ты делаешь? Как ты посмел! Этот ворон, он такой, хе-хе-хе! Ну вот, поймали мы её. Вот. Сейчас они её поймали. Они её сейчас связали. Да, этот сумасшедший учёный, он её связал. И сказал, смотри, ты сейчас увидишь и получишь то, о чём можешь написать в своей газетёнке. Вот. Он даже рот ей закрыл. Сейчас он опять включает его машину, дёргает за рычаги. Повышается электричество. И его лазер включается. Вот. Сейчас этот лазер будет... Он выстрелил! Да, он выстрелил. Лазерный луч летит. И он уничтожает мост! Аааа! Боже, мой! Как тебе это для истории? Хе-хе-хе-хе! Вот. То есть он всё, уже сошёл с ума в конец. Учёный радио передаёт, говорят, надо быстрее спасать людей, потому что там злодей, учёный всех уничтожает. Все в этом газете слушают, думают, господи, что же делать, что же делать. В это время, конечно, наш Кларк Кент, он же Супермен. Он такой, о, кажется, есть работка для Супермена. Короче, он идёт быстренько, переодевается, вот. Вот, снимает его одежду, одевает его костюм, вот. Теперь он такой секси-шмекси, уже без очков. И как я понял, почему его глаза очень узкие, потому что он плохо видит. Он такой всегда вот так вот. Я думаю, всё-таки ему нужны очки, а то он всё время щурится, да, вот так. Щурится. Вот, но теперь он такой вот, идёт весь крутой, деловой. Открывает окно и улетает. Конечно, никто его там не видел, очевидно. И он летит к этому злому учёному, чтобы с ним справиться. А учёный в это время... Ага, вот, есть башня. Сейчас мы её уничтожим. Луч летит прямо к башне. Ага, начинает её подкачивать. Всё начинает трястись в башне. Всё падает. Люди в панике. Убегает. Сейчас упадёт. О, нет. Но, конечно, Супермен быстро спасает людей. Он ставит обратно. Ой, ой, очень тяжёлый. Но ничего, он же Супермен. Очень сильный. Поэтому он ставит здание обратно. Вот. Нужно... Здание уже вялое, как желе. Да, оно такое вульк, вульк. Но ничего, Супермен его поставил, чтобы оно не шаталось. Вот. Так. И теперь он пытается закрыть с собой этот лазерный луч. Конечно, он его не убьёт. Но он довольно сильный луч. Поэтому Супермен его пытается как закрыть. То есть спасти людей с собой. Да? Он закрывает. В этот момент злодей, учёный, увидел Супермена. Он повышает силу его машины. И с новой силой машина атакует Супермена. Луч ещё сильнее идёт сейчас. Супермен бьёт, но он не может, не может справиться. Луч стреляет в него. А он болтается, крутится, вертится. И вот Супермен упал. Он не может встать. У него нет сил. Но потом он собирается и начинает бить этот лазер руками. Вот так, 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 так. Разбивает его в клочья. И ему ничего не страшно. Учёный думает, а нет, это не работает. Надо сделать сильнее. Учёный повышает силу его лазера. Вот. Но Супермену уже всё равно. Он его разбивает на кусочки. Ничего не боится. Вот. Он включает на максимальную силу. И Супермен в этот момент, он поднимает лазер. Не лазер, трубу. Да, он её скручивает. И лазер не может выйти. Он идёт назад. Взрывается. Да, здесь идёт. Всё уничтожается. Взрыв. Пум. Происходит большой взрыв. Супермен разрывает дверь. А, разрывает стену. Входит внутрь. Всё горит. И женщина. А-а-а. Помогите. Помогите. Сумасшедший учёный убегает. Супермен находит девушку. Вот. Он говорит, ага, ты здесь. Я тебя спасу. Вот. Он её берёт. Учёный, конечно, убегает. Супермен спасает Луис. Вот. Они все пытаются убежать, пока всё здание не развалилось. Но, конечно, здание уже падает. Супермен ещё хватает злодея. Но он не поймал птицу злодея. Сейчас он всех схватил и злодея, и Луис. Они... Он летит. Да, сейчас. И он... Хопа, бросает его в тюрьму. Всё. Теперь он в тюрьме. Так что ему не выбраться отсюда. И вот теперь в газетах написали, что злой сумасшедший учёный был пойман Суперменом. И он сейчас в тюрьме. И он говорит, молодец, Луис, ты хорошо справилась. И Кларкент такой, ха-ха. Да, он немножко подмигнул. Вот. И сказал, что такая работа. Ну вот и сказочный конец. Надеюсь, друзья, вам понравилась эта история. Сегодня я говорил очень быстро, потому что я хотел комментировать каждое действие, которое происходит в этом фильме. И так как всё происходило очень быстро, мне тоже нужно было очень быстро комментировать. Но я знаю, что вы можете использовать, вы можете нажимать на паузу и слушать ещё раз, нажимать на паузу и слушать ещё раз. Это очень хороший способ, чтобы понимать то, что я говорю. И самое главное, не забудьте включать субтитры и можете использовать транскрипцию, которую я уже говорил, можно получить на патреоне. Расскажите, нравится ли вам фильмы про Супермена. Если да, то пишите в комментариях. И какие другие вы хотите фильмы, чтобы я озвучил. Если это было слишком быстро, скажите, может быть, в следующий раз я буду говорить медленнее. Это всё на сегодня. Спасибо, друзья, и пока-пока.